Своих прихожан Покровский собор встречает лесами. В храме проходит масштабная реставрация. На престольный праздник Лидия идет с верной спутницей, иконой, которую полгода вышивала бисером. Теперь, говорит, рукотворная святыня будет стоять в доме и оберегать от бед. У меня, правда, Владимирская Божья Матерь. Я вышла ее, но еще не осветила. Хочу еще осветить. С возвышенным настроением, с душевным восторгом и с благодатью Божией. Отдельный праздник, другой. Он не входит в число 12 основное, но в то же время он очень важен. Все мы находимся под покровом Божьей Матери. Кто это чувствует, кто нет. Кто чувствует, тот приходит сюда. Кто не чувствует, тот дома остается. По легенде, в этот день в X веке в Константинопольском храме одному святому явилось видение, что Богородица распростерла покрывало над осажденным городом. С тех пор верующие отмечают этот праздник богослужениями. Молодые девушки молятся Божьей Матери о скором замужестве. Покров важен и для народной традиции. Крестьяне верили, если в этот день выпадет снег, зима будет холодной. Но в любом случае тепла уже можно не ждать. В последующие дни в Самаре столбики термометров не поднимутся выше 6 градусов. На Руси этот день означал встречу осени с зимой. Его название – Покров – связано с первым снегом, который покрывает землю от зимних холодов. В этот день на Руси начинали топить печки, заканчивали выгонять скот на пастбище, завершали все полевые работы. Также Покров был началом осеннего свадебного сезона. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов. События.